В общем, всем привет! С вами Бодя, и сегодня у нас Брайан Мапс. Если что, послезавтра или завтра всё-таки выйдет новый видос по Майнкрафту, и там уже буду я играть, вы представляете, с кое-кем. Короче, за моим другом следили. Я... Мне очень интересно, а что вот... Что в смысле? Ну-ка, давайте посмотрим. С вас лайк, подписка на канал. Бляхамуха! Блин. Это не мат. Привет. Получилось напугать? Ну что ж, ребята, кажется, вам понравилась рубрика, где я рассказываю страшные истории из своего детства, и сегодня очередной выпуск, где я расскажу вам одну историю. Сегодня пойдем не по количеству, а по качеству, как мне кажется. Потому что прошлые истории, которые я рассказывал, были прям уж совсем из раннего детства, а это произошло не так давно, в 2015 году. Или же это был конец... Максим поздоровел. Он в качалку же ходит, и протеин, скорее всего, пьет, да? Чтобы быстрее качать мышцы. 2014-го, ну, в таком вот временном промежутке. И я как раз-таки заканчивал 9-й класс. Сейчас, кстати, по-моему, Е... ОГЭ, ГЕА, как это называется теперь? ЕГЭ. Хех, херня вот это вот. Отменили, да? Да? И... Из-за карантина? ДА! Как я страдал из-за этого гребаного экзамена. Из-за гребаных репетиторов. Ну, точнее, они не гребанные, просто мой мозг гребанный, потому что ничего не понимал. Ну, да ладно, давайте перейдем к истории. И да, она не будет прям уж такой страшной. Ну как? Она не будет страшной по отношению ко мне. Она будет страшной по отношению к моему другу. Потому что он боялся. Не. Но это я сделал так, чтобы он боялся. Звучит... Грозно. Так вот, мне 15 лет, и я еще тогда жил, как раз-таки, последний год в своем старом городе, Кенель. И так как это был довольно небольшой город, мы с моими друзьями-одноклассниками жили практически через дорогу. Так вот, решили мы собраться у меня с ночевой с моими друзьями Димой и Димой. Да. Одного из них вы, кстати, знаете, а некоторые даже знают, наверное, и другого. Блин, мне просто интересно. Диму. И это еще и со времен Майнкрафта. Давайте я буду называть их Дима-1 и Дима-2. Я не знаю, как по-другому. Ну да, но по факту. Дима-1... Жил в частном доме через дорогу. У него был довольно-таки большой двухэтажный дом. А Дима-2... Это так тупо. Дима-2 жил в соседнем от меня доме в квартире. Мы с ним жили в квартирах. Так вот, жертвой моего розыгрыша становится именно Дима-1. Да, это был розыгрыш. Который через дорогу от него жил. Ой, в частном. Грыш с моей стороны довольно-таки жестокий. Почему я вообще вспомнил эту историю? Потому что один мой друг недавно спросил у меня, Макс, а почему ты никого никогда не разыгрываешь? Так вот, вот почему. В общем, обычно мои розыгрыши переходят все границы. Ооо, это похоже что-то жесткое. Не знаю. Почему так? Как говорится, редко, но метко. Ха-ха-ха. Хорошо, хорошо. Так вот, собрались мы с двумя Димами. А, да, кстати, я вкратце скажу, если что, на канале Кирилла у нас совместная реакция. Ссылка на него в описании первая. Поэтому прошу подписывайтесь. Не пожалеете. Там у нас очень смешные видосы. На ночевку у меня. Обычно мы любили оставаться у Димы-1 на ночевку, потому что у него был большой дом. А у меня была небольшая квартира. Но в эту ночь мы решили остаться у меня. Ну и, собственно говоря, мы занимались нашими обычными делами. Я даже не помню, что мы вообще делали, когда оставались на ночевку. Я помню, что мы делали, когда мы оставались у Димы на ночевку. Мы просто играли в Mortal Kombat. Ммм, Брайн с самого лева, а Дима-1 это походу с самого права, который фоткает, а Дима-2 это который жил по соседству от Брайана, скорее всего. И смотрели фильмы. И жрали роллы. Ну так вот, мы, по-моему, во что-то там играли, в GTA 5, кажется, на ноутбуке. И тут моему другу, Диме-1, приходит сообщение ВКонтакте с неизвестной страницы. Сообщение какого-то такого содержания. То есть там были какие-то символы непонятные. Мы подумали, что это наверняка какой-то спам, либо кого-то из его друзей взломали, просто переименовали страничку, и теперь отсылают какую-то херню. Но нет, этого пользователя не было у него в друзьях. И мы решили по приколу перевести, что означают эти символы. Забили их в гугл-переводчик, и там была довольно-таки стрёмная картина. Я вижу тебя, я слежу за тобой, я убью тебя, и всякого такого рода. Это всё, если что, выполнено в юмористической форме, всё не по-настоящему. Автор говорит выдуманную историю. Это я для Ютуба. Угрозы. Ну, мы сначала довольно-таки скептически отнеслись к этому, потому что так мог сделать кто угодно. Но скептиками мы были недолго, потому что потом с этой страницы было отправлено видео, в котором, внимание, были окрестности нашего района. То есть, я сейчас наверняка уже не смогу найти эти видео, потому что... Ну, это было очень давно. Ну, в общем, по памяти, видео было снято от первого лица ночью и с фонарём. То есть, со вспышкой от телефона. Кто-то просто ходил по нашим окрестностям, и всё. Мы немножко напряглись, потому что... Ну, какого хрена? И решили попереписываться с этой страницей. Насколько я помню, мы написали... Погодите, то есть... А, всё-таки это пока что не Брайан, окей. Сали, ты кто? А в ответ нам было отправлено ещё одно видео, после которого мы, блин, уже пересрались. Потому что это было, я так понимаю, продолжение первого видео, где от первого лица кто-то идёт с фонариком, только на этот раз этот кто-то шёл прямо за Димой. Кто-то снял, как следит за Димой, твою мать. Это было уже нихрена не смешно, но с другой стороны мы всё же ещё относились к этому с дол... Чё? Прямо за Димой. Кто-то снял, как следит за Димой, твою мать. Это было уже нихрена не смешно, но с другой стороны мы всё же ещё относились к этому с долей скептизм... Потому что, ну, может быть, это нас кто-то разыгрывает. Дима-1, к которому и приходили эти сообщения, довольно-таки напрягся. Это было видно. Но Дима-2 довольно-таки до сих пор скептически к этому относился и думал, что это какой-то пранк. Ну ладно, решили забить на эту херню, потому что видео-то старое. Видно было, что это не сегодня было снято. И решили забить и продолжили играть дальше в ГТА. С Димой-2. А Дим-1 не захотел так просто забивать на эту тему. Он продолжал переписываться с этой страницей, и в итоге через несколько минут изрядно так обосрался. Потому что было отослано третье видео. От первого лица шла видеосъёмка окна Димы-1, в котором Дима-1 сидел за компьютером. Это было как будто видео со скрытой камеры, которое следит за окном Димы. Это было довольно-таки стрёмно. Ну, вы можете себе такое представить, да? Что это довольно-таки стрёмно, получить такое от неизвестной страницы с какими-то символами. Ещё и такие видео, где за тобой следят. Дима-2 всё так же скептически... Как-то ужасно звучит. Всё так же скептически относился к этой ситуации. А, да, и ещё на этом видео было очень странно. Вы поняли, да, почему я молчу? На звуковое сопровождение. Я не знаю, смогу ли я найти это видео, но если я найду, я вам всё буду вставлять. Но вряд ли я найду. В общем, там были какие-то странные низкие голоса, которые что-то шептали в камеру. И при этом шла съёмка, как Дима сидит за компьютером через окно. Понимаете, насколько это стрёмно было, да? Ему, наверное. Чего? За компьютером через окно. Что-то шептали в камеру. И при этом шла съёмка, как Дима сидит за компьютером через окно. Охренеть! Понимаете, насколько это стрёмно было, да? ВОУ 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 БОЖЕ Ему, наверное Ну и мне тоже, на самом деле, потому что я живу через дорогу, мы сейчас находимся у меня Ребята, а у вас были хоть раз такие истории? Это же вообще жесть какая-то Напиши, а? Напишите в комментах У вас было хоть что-то подобное вообще? Это просто жесть У меня мурашки просто как бы Вдруг эта херня сейчас ко мне придёт В общем, эта страница ещё продолжала дальше спамить какие-то символы Непонятные, мы их периодически переводили И там, в принципе, были сообщения одинакового содержания Я тебя вижу Ну, а чё, всё равно он просто пока что отсылал Ничего такого интересного пока Ну, нет, интересно, но не такого жёсткого пока ничего Уже здесь, я скоро приду И прочий буллщит Потом Ну это, понимаете, да, это каждый так может Я скоро приду, я сзади тебя, ты знаешь Я тут это уже, своей мамой чай пью в соседней комнате Ты давай, заходи к нам Вот понимаете, типа так каждый может описать В ход пошли фотографии И там были фотографии, которые Дима никогда не видел Фотографии, на которые изображён он И которые он никогда не видел В общем, мы долго думали Кто же это может над нами так шутить Потому что мы догадывались, что наверняка это просто чей-то пранк Но потом Это Слишком сильно Эта страничка прислала фотографию Из дома Димы Внутри дома Димы И там было написано, что я уже рядом Вернее, я уже внутри, что-то типа того А чтобы вы понимали У Димы Были родители дома И у него началась такая паника У него Просто снесло крышу От такого Потому что он начал кричать Что нужно вызывать полицию Что он сейчас позвонит маме И скажет, что у них Так стоп О, господи, Кирилл Не пугай меня так А что у Брайна с цветом лица Все хорошо у него с лицом А у тебя нет В доме маньяк какой-то Мы его с другим Димой Отговаривали это делать Потому что, ну блин Еще непонятно, что это такое Возможно, это все же чей-то пранк И так оказалось Это был мой пранк О, господи Я уж чуть не обосрался Это Брайна, ты че такого Я не думал, что дойдется до такого Что в Диме реально начнется паника И что он будет готов На полном серьезе Позвонить в полицию Это было довольно-таки поздно уже Наверное Господи, вот еще Кирилл Такой момент подошел Часов 12 Конечно же я обосрался Если бы он позвонил Да я больше обкакался Вот если хотите посмотреть Видос с Кириллом наш Вот который сейчас Из которого я обкекался То переходите по ссылке Увидите Кирилла хотя бы Подпишитесь на его канал В полицию, тогда бы мне не поздоровилось Когда это все бы вскрылось Я не помню Я не помню для чего это я все затеял По-моему я хотел снять какое-то видео На канал, кстати Но потом у меня это не получилось И я просто решил поприкаловаться над Димой То есть я хотел снять такой видеопранк Потом выложить это все на канал Как я это все подготавливал И по-моему у меня еще остались какие-то видео Отрывки Где я показывал как я записываю голос Для видео В общем Если я все-таки найду Я сейчас ставлю сюда До После Рассказываю как все было Где-то за пару дней до этого Когда у меня еще только рождалась эта идея Мы с Димой гуляли И потом когда мы расходились Я просто решил Подснять со стороны Как он уходит к себе домой И делал это так Из кустов Из углов Будто бы за ним кто-то следит И вы наверное скажете Блин Ну если это видео было снято Пару дней назад В тот момент Да, он же должен был помнить Когда вы с Димой расходились Он должен был наверняка догадаться Что это я Все это снимал Но Дело в том Что я все очень беспалевно отправлял Но слушайте как все было дальше Дима пошел к себе домой Зашел домой А я обошел его дом У него там с другой стороны Забор сломан Кажется был И там можно было Пройти Проникнуть к нему во двор И в общем-то Я не знаю как не забоялся Это делать на самом деле Я проник к нему во двор Увидел что он За окном Сидит дома За компьютером И решил подснять это тоже Как будто за ним кто-то следит Да Я ужасный друг После чего я Вернулся домой И наложил на все эти видосы Стрёмные звуки голосов А записал их сам И про Жесть Просто понизил тембр голоса С Брайном лучше не шутить Через программу Плюс различные страшные фильтры 25 кадры И всякое такое Далее я создал страницу И уже когда через 2 дня Мы решили собраться у меня В этот вечер я Начал все это отправлять Фишка в том что я отправлял это ОЧЕНЬ беспалевно Буквально Дима отвернется куда-то Я нажимаю быстренько отправить На ноутбуке у меня была открыта моя страница Чтобы было видно что я там Не с какой-то другой страницы сижу А в телефоне я зашел как раз таки На эту страницу И буквально Дима там Отличется на что-то И быстренько отправляю Пишу всякую херню То есть у меня было заготовлено там это все Плюс моя Хоть и тупая Но в тот день Наверное правдивая Актерская игра О господи Кто это отправляет тебе? Ну Нет конечно не так у Бога Ну Ну так вот Второй Дима В середине пранка Уже начал подозревать Что что-то тут не то И он начал подозревать меня в этом Потому что Один раз кажется он спалил То что я там в телефоне что-то делаю И потом когда я вышел в туалет Он подошел ко мне и спросил Чувак это ты делаешь? Я говорю Ну да Ну и он решил меня не сдавать Мы решили продолжать этот пранк уже вместе Собственно я не думал что пранк Задет настолько далеко Я все же думал что Дима Даже не обратит внимания на эту херню Но он обратил внимание И дошел даже до того что он Захотел позвонить в полицию Я решил остановить пранк И уже потом признался что это я И Дима меня чуть не убил Но прошло время И он уже тоже со смехом Относился к этой ситуации Именно поэтому я Решил больше особо Не пестрить розыгрышами Потому что У меня еще до этого Розыгрыши были тоже Моменты Которые зашли слишком далеко В общем поэтому я никого Ты можешь рассказать пожалуйста Пожалуйста расскажи еще историю Брайан Блин я вот хочу услышать Очень понравилось Не разыгрываю Вот ответ А опыт производства Всяких стрёмных видео У меня уже тогда был Потому что к тому времени Я уже выпустил видео Под названием Брайн мертв Это тоже был один из розыгрышей Только уже над вами Зрителями Я даже специально тогда В социальные сети Не заходил несколько дней Перед выпуском этого видео Чтобы была видимость Будто бы я реально пропал Очень как и так Да Напишите в комментариях Если хотите Продолжение этой рубрики Также напишите в комментариях О похожих ситуациях Которые произошли с вами Если у вас такие были Мне будет интересно почитать На самом деле Как всегда Брайн До скорой встречи Пока Не выключай пока что видео Давай подведем итог Короче слушайте Я могу сказать только одно То что Он очень сильно может напречь Вот прям Ну я Ну вы видели Кирилл чисто Вот справа подошел Я обсерился Короче Мне понравилось Можете написать В комментариях у него Чтобы он продолжил Вот я хочу еще услышать Таких историй Брайн Пожалуйста Вот если ты увидишь Это видео Очень интересно Вот прям Очень интересно Вот серьезно Поэтому Ребят Лайк за такую историю У нас с вами Подписывайтесь На канал Наш с вами На канал Кирилла В описании Там наша совместная реакция И спасибо большое За просмотр До новых видео Да